Добро пожаловать Мы все рядом, чтобы нас никто не услышал. Это путешествие глубоко во тьму. Извини, забыла рассказать тебе об остальных. Уже есть от меня секреты, правда? Кто-то новый, кто-то старый, но все мы здесь. Тьма. Я думаю, тьма изменила нас. Привет. Меня зовут Майя. В этом видео я хочу поделиться с вами своим маленьким открытием техники создания эффекта голоса в голове, как в игре Hellblade. Игра Hellblade рассказывает историю девушки Сеной, которая путешествует в потустороннем мире. Главная ее особенность в том, что она страдает от психоза и слышит голоса. Мне очень понравилось, как разработчики решили передать душевное состояние персонажа. Перед геймдизайнерами стояла задача создать эффект голоса в голове. И насколько мне известно, они даже консультировались по этому поводу с психиатрами. К реализации этого замысла можно было подойти разными путями. И меня просто покорило, насколько элегантно решили проблему ребята из Ninja Theory. Вместо того, чтобы возиться с 3D звуком в движке и строить навороченные системы, что наверняка потребовало больших производительных ресурсов и трудозатрат, они просто записали бинаральное аудио. И как по щелчку, обычный стереозвук становится объемным. Для тех, кто не знает, напоминаю, что бинаральное аудио имитирует то, как мы слышим окружающий мир в реальной жизни. И чтобы достичь такого эффекта используют специализированные микрофоны. Они могут быть встроены в манекены или просто искусственные уши. Так вот, чтобы передать психоз персонажа и потусторонность окружающего мира, разработчики не побоялись применить бинаральный эффект и не прогадали. Удивительно, что всего одно решение в плане звука может так сильно влиять на геймплей и игру в целом. Вместе с главным героем мы постоянно слышим, как различные голоса то отговаривают, то расспрашивают о чем-то, рассказывают истории. Они важная часть нарратива и информационная система игры. Когда они говорят прямо в ухо, это действительно пугает. Или когда Сенуэ ломает четвертую стену и начинает говорить прямо с камерой. От этого просто пробегают мурашки. А теперь давайте перейдем к проекту и посмотрим, как можно повторить такой эффект голосов у себя в до. Все голоса в голове Сенуэ можно разделить на главный, который слышно громче всего, и именно он общается с игроком. И второстепенные, которые расположены дальше, говорят только с персонажем. Для основного я попросила Лану записать свой голос. Давайте послушаем. Добро пожаловать. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь, рядом. По-моему, получилось очень здорово, прямо как в оригинале. Большое спасибо вам тебе еще раз. Чтобы голос Ланы перемещался у нас в голове, я использовала плагин от Sound Particles Density. Это платный плагин, у него есть пробный 30-дневный период, поэтому вы можете смело его скачивать и тоже экспериментировать. Итак, что делает этот плагин? Он создает копии вашего сигнала и перемещает эти копии в 3D виртуальном пространстве. Также здесь можно регулировать питч каждого голоса, его громкость и создавать дубликаты. В нашем случае нам нужен только один голос. Питч мы не трогаем, потому что нам нужен натуральный звук. И чтобы звук не дублировался, так как мы знаем, что он создает копию, сухой сигнал ставим на 0. Также стоит помнить, что нужно выставить режим Binaural во вкладке Out, чтобы как раз получить тот самый бинарвальный эффект. Давайте послушаем, что получилось. Добро пожаловать. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь и рядом, чтобы нас никто не услышал. Здорово. Единственное, что мне не понравилось в этом плагине, что мы не можем контролировать перемещение этого виртуального голоса. То есть мы можем настроить просто, что он будет рандомно перемещаться по часовой стрелке против часовой. Также проценты его смещения и скорость. Но именно четко регулировать так, как он будет перемещаться в пространстве, мы этого не можем сделать. Но так как мы экспериментируем, нас это устраивает. Второстепенные голоса я нашептала самостоятельно, как могла. Вот здесь у меня три дорожки с ними. И чтобы контролировать их положение относительно слушателя, я использовала бесплатный плагин от Sennheiser, называется DeaVRMicro. Здесь также мы можем контролировать угол с помощью азимута и высоту звука с помощью слайдера Elevation. Я прописала для каждой дорожки отдельную автоматизацию, можно посмотреть, что получилось. Помимо вот этого VR-эффекта, я также на общую шину повесила ревербрацию от Valhalla и шиммер. Так же, в принципе, как и на голосе Ланы. Кстати говоря, Лана записала два варианта голоса. Есть еще второй, более спокойный. Добро пожаловать. Я буду здесь, рядом, чтобы нас никто не услышал. И чтобы оно зря не пропадало, я закинула его просто в бесплатный плагин Apple X Stretch и сделала такую дроново-тональную подложку небольшую. Получился еще один слой, просто для общей атмосферности, поскольку голоса в голове это не совсем обычное явление. Помимо всего прочего, вы могли слышать в начальном ролике другие эффекты. Там ничего интересного. Просто всплески воды из бесплатной библиотеки Boom Library. Вот, и тональные подложки я сделала на сером с помощью табличного нового синтеза. Итак, надеюсь, вы смогли почерпнуть что-то интересное и новое для себя в этом видео. Может, вы вдохновитесь создать подобное или примените такую технику в своих проектах. Подписывайтесь на наши сети, следите за новостями и не грустите. Спасибо, что посмотрели до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok